Итоги уходящего вторника Когда мы видим, сколько у нас, мы чувствуем такую силу, мощь нашей промышленности Сколько в составе холдинга предприятий и какой сюрприз ждал гостей А вы вакцинировались? В Беларуси официально объявлена четвертая волна коронавируса Справляются ли медики и где можно привиться? А также ограничения сняты, цены поднимаются и поддержка многодетных Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина Какая повестка? Сделано с любовью В Бобруйске открылся магазин с национальным колоритом Белорусский сувенир, адрес Горького 41 Товары самые разнообразные, от изделий и соломы до льняного постельного белья Вся продукция белорусского производства Еще больше подробностей у Ольги Васенда Вторник, 12.00, на Горького 41 торжественная обстановка Красная лента и девушки в национальных костюмах Повод есть, здесь открывается новый магазин с говорящим названием «Белорусский сувенир» Среди гостей и Валерий Иванов, управляющий делами президента Беларуси Музыка, ножницы в руках, все готово Исторический момент Уже внутри, на правах хозяина Директор фабрики художественных изделий Рассказывает о проделанной работе Управляющий делами президента Отдает высокую оценку Плюс на месте принимает решение Ассортимент нужно разнообразить Вся продукция, которая выпускается нашими предприятиями Белохудожественным промыслом Она востребована Очень много едет и туристов, и гостей Да, иногородние, которые, к примеру, приезжают в город Бобруйск Они должны приобрести какую-то вещь на память Либо для дела Для того, чтобы были воспоминания Хорошие воспоминания посещения этого прекрасного города Города Бобруйска Это не просто магазин Настоящий город мастеров Только под крышей Заказчик – Белхудож Промысла В составе объединения семь предприятий Слудские пояса, Крыница, Полесье, Скарбница Пинск, Гомель, Слоним, Бобруйск, Минск Продукция которых представлена на прилавках Вся с национальным колоритом Большинство изделий сделаны с использованием Максимального количества ручного труда Ручной труд ценится как у нас, так и за рубежом И ценится высоко Естественно, чем больше ручного труда Чем больше натуральных тканей, натуральных красителей Тем дороже изделия Но при этом максимально стараемся Представить в нашей ассортиментном перечне Изделия на любой не только вкус, но и кошелек Большинство товаров – хендмейт Вышивка, керамика, ковка, резьба по дереву Инкрустация соломкой Одежда на манекенах – эксклюзив Купить можно, но только под заказ Сувениры тоже на любой вкус и цвет Плетеные куклы, постельные комплекты из льна, статуэтки В моих руках полоская шкатулка Техника плетения, расщепленная лоза Ручная работа Процесс, конечно, долгий и трудоемкий Но оно того стоило Такая вещь прослужит целое столетие Напомним, магазин расположен по адресу Максима Горького, 41 Время работы – с 10 утра до 6 вечера Выходной – понедельник Приходите и покупайте белорусское Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов Бобруйск, 360 Политика двойных стандартов В Минске прошла международная конференция Влияние глобальных экономических вызовов На социально-трудовые права человека Форум собрал ведущих экспертов В области права, представителей правительства Политологов, руководителей профсоюзных объединений Всего порядка 400 участников Из 15 стран мира Главной темой стало Введение санкций в отношении Беларуси Они негативно влияют не только на крупные компании Ограничения затрагивают и простых людей Сегодня руководство страны Принимает меры, чтобы не допустить Негативное влияние санкций на людей Такая задача поставлена Президентом Республики Беларусь Идет переориентация рынков сбыта Развивается импортозамещение На международной конференции Эксперты из зарубежа Неоднократно повторяли, что введенные санкции Противоречат важнейшим нормам Международного права И прямо нарушают установленный он порядок Вводя санкции, зарубежные страны Хотят нанести максимальный удар по белорусским предприятиям Но введенные ограничения Неизбежно негативно скажутся на здравоохранении Так как это бюджетный сектор И если в настоящее время Система здравоохранения не ощутила на себе Последствий станции То это благодаря тому, что государство Держит на серьезном контроле Выполнение всех социальных обязательств Федерации профсоюзов в Беларуси уже направлены Обращение в Международную организацию труда Совет по правам человека ООН В адрес Европейского союза Открытое письмо о несогласии граждан С введением экономических санкций Под которым подписи поставили Более 1 миллиона белорусов Минздрав в Беларуси обновил статистику Покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1917 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии Заразились 520 286 человек В Беларуси официально объявлена Четвертая волна коронавируса Фиксируют почти 2000 заболевших в сутки К ней были готовы все медицинские учреждения страны Есть надежный, уже проверенный способ защиты Вакцинация Более того, бесплатно сделать прививку Можно не только в лечебницах, но и в мобильных пунктах Препаратов достаточно Есть выбор между российским и китайским Их могут доставить на дом Тем, кому сложно добраться до поликлиники Итоги строительства Стоимость интернета и погода в доме Отопление в жилфонде Минска Включат с 22 сентября Где еще горячими станут батареи Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Александр Лукашенко провел совещание С руководством Совмина В частности, обсудили поддержку многодетных семей Они основной демографический ориентир Отметил президент Беларуси Важно не допустить снижения рождаемости Вместе с тем, воспитание тяжелый и ответственный труд И в этом государство подставляет плечо Внушительную финансовую поддержку С сегодняшнего дня воздушное сообщение между Россией и Беларусью полностью восстановлено Оно было временно ограничено из-за пандемии коронавируса Напомним, в июне до 10 в неделю было увеличено число регулярных полетов между странами С 1 августа удвоено количество из Москвы в Минск, а также из Сочи и Краснодара Кроме того, появились и другие зарубежные маршруты Это Испания, Ирак, Кения и Словакия Белтелеком поднимает цены на услуги с 1 октября Это касается доступа в сеть интернет Пользователям линеек ясно Семейный бизнес-кейс волноваться не стоит Их тарифы останутся на прежнем уровне Отметим, стоимость увеличится в среднем на 4% Более подробная информация на официальном сайте оператора Отопление в жилых домах Минска включат с 22 сентября Решение принял Минский горисполком Кроме жилфонда, тепло придет в общежития, гостиницы, театры, бассейны и учреждения образования Напомним, с 20 числа градус повысили в детсадах, школах, больницах, учреждениях соцобеспечения, библиотеках, музеях и госархивах В Беларуси в январе-августе построено более 29 тысяч квартир Это порядка 2,5 миллионов квадратных метров В частности, более одного для состоящих на учете в улучшении жилищных условий Из которых больше 60% с использованием господдержки В населенных пунктах возвели порядка 730 тысяч Здесь начинается новая жизнь В Абруйском роддоме мамам малышей, рожденных в День народного единства, вручили подарки 17 сентября на свет появилось 6 детей Три мальчика и столько же девочек Молодых мам поздравили Ирина Рынейская, депутат палаты, представители Национального собрания Беларуси И председатель Ленинской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Спасибо большое Также мамам и малышам пожелали крепкого здоровья, счастья А государства и общественные организации всегда будут оказывать поддержку День машиностроителя «Бобрусь Агромаш» поздравил с наступающим праздником работников холдинга По традиции начались награждения От водителя до начальника каждый внес большой вклад в развитие предприятия Для них цветы, слова благодарности и, конечно, подарки Творческие На сцене театра городские коллективы Но машиностроитель ждал и особый сюрприз Выступление заслуженной артистки Беларуси, певицы Ирины Дорофеевой Мы впервые, наверное, за долгие годы мы собрали весь наш холдинг Все наши 7 предприятий И было очень отрадно видеть сотрудников из Молодечина, из Орши, из Бреста Вы знаете, когда мы видим, сколько у нас, мы чувствуем такую силу, мощь нашей промышленности От всей души и очень торжественно хочу поздравить сотрудников холдинга «Бобрусь Агромаш» с вашим профессиональным праздником Хочу пожелать, чтобы вот тот, наверное, механизм под названием «Жизнь», ваш человеческий организм, чтобы он всегда функционировал, был в тонусе Чтобы вы были наполнены жизненной силой, энергией, чтобы каждый день хотелось работать, творить, созидать День машиностроителя республика отметит уже в это воскресенье Беларусь сегодня один из основных поставщиков тракторов, станков и другой спидтехники в большинство стран Во всем мире известна продукция «Бобрусь Агромаша», «МТЗ», «Маза», «Белаза», «Атланта» Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях в моем эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»